В эфире военная приёмка программы о самом современном российском оружии. Сегодня главным героем нашей программы будет он. Вертолёт, который наверняка многие из вас назвали бы ночным охотником, но нет. Это более совершенная, более современная машина. Называется она Ми-28УБ. И вот самое главное, только благодаря тому, что эта машина стала учебной, теперь сюда могут посадить человека, который не умеет управлять вертолётом. И сегодня военная приёмка проведёт программу вот здесь, за этим местом штурмана в полёте. Закрываем дверь. Полетели. The flight you're about to see is no less than extraordinary in Russian aviation. It's not often a journalist gets to sit inside an attack helicopter cockpit. Today we'll conquer low-altitude flight. We're practicing fast, high-G take-off manoeuvres. We'll go into a nosedive and see what a chandel looks like through the eyes of a pilot. That's when a helicopter banks so far that it looks as though it's going to fall from the sky. We'll also show you how this new aircraft flies by itself at the push of a button. Side by side, it's difficult to distinguish between the MI-28N Nighthunter and the MI-28UB, training and attack chopper. It's hard, even if you know where to look for the differences. But there are differences, and lots of them. The new helicopter isn't just seen as a modification of the Nighthunter. It's the next generation. He has a location, a radio-location station, which has expanded the opportunity to exploit the aircraft in a difficult situation. That's the first one. The second one. In the cabin there were changes. There were also changes. There were also changes in the energy-poglosses, which have provided the life of the aircraft in various situations. There was a better view. Well, the most important thing is that he got the second one. Что позволяет также поднять живучесть вертолета в различных условиях. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Так, ногу ставим выше, под стеклом правой рукой дальше беремся, левую перехватываем, совершенно верно. The instructor tells us that every movement must be repeated until its second nature. After that, things only get more complicated, for we need to learn to fasten, and more importantly, unfasten our seatbelts, so we could bail out with a parachute in the event of an emergency. Underneath the safety belts, we have parachute harnesses. On these flights, pilots always have their harnesses ready and fastened beforehand. We should mention that this helicopter has no ejection system like a fighter jet does. So the pilot has to trigger the ejection process manually. The door is jettisoned, and an inflatable slide is deployed. Now the pilot can roll over onto the slide and parachute down to safety. Well, наверное, как-то так это выглядит. И вот еще одно обязательное требование для того, чтобы официально попасть на борт ударного вертолета в полете, это нужно пройти парашютную подготовку. Что мы делаем? Значит, сейчас мы с вами очень подробно изучим парашютную систему ПНЛ-01. Она пришла на замену парашютной системе ПС-280, которая стоит на предыдущих моделях Ми-28. Она более компактная, не уступает в надежности. Можно взять ее в руки? Да, конечно, мы сейчас ее наденем на вас. Значит, находится... Дайте, пожалуйста, подержу. Сколько весит сейчас парашютная система? Парашютная система весит 15 килограмм. А раньше? А раньше она весила 27. Ну что могу сказать? После теоретической подготовки, следующий обязательный этап, как и следовало ожидать, эта практика. Ну что? С Богом! И в тандеме! Да что ли? Вау! В реалитии, этот прыжок очень легко с инструктором. Но если ищущийся в реалитии, там не будет помощь. Это то, что я думал о том, за первые 2 километра этого прыжка. На высоте 1,000 метра, моя парашюта открыта, и я планирую безопасно на фирм ground. Подвисли! Красота! Многим спасибо. Будем считать, что к полёту на вертолёте готовы. Мы с вами прошли два способа покидания вертолёта при аварийной ситуации в воздухе, при управляемом, неуправляемом полёте. Хотелось бы ещё добавить, что вертолёт Ми-28 оснащён уникальнейшей системой энергопоглощающих шасси, стоек и кресла. Поэтому если вдруг покидание в воздухе с парашютом будет невозможно, то не стоит волноваться, то есть он при большой вертикальной скорости обеспечивает нормальную жизнь экипажа. То есть не будет такой же нагрузки на позвоночник при ударе о землю? Так точно. Продолжение следует... После последних операций в Сирии, мы не показываем пилотов. И даже если мы работаем с пилотом, мы всегда хотим играть в безопасности. 304. Прошу запуск. 304. Давление 7,5-10,9,3. Температура плюс 17 градусов. Ветер 170 градусов. Три метра запускайте. Вот он тот самый момент, когда можно сказать, что мечты сбываются. Да, мы сейчас находимся на борту вертолёта Ми-28УБ. С минуты на минуту произойдёт взлётного бока. Винты раскручиваются. Мы набираем обороты. Из-за этого, это всё довольно рутинно. Хеликоптер таксирует по дороге до взрывной зоны и вылетает. Вы можете думать, что это всё. Это может вылетать. Но не ещё. Есть ещё один проверок, который должен быть сделан в низкой высоте 5 метров above the airfield. И зашло контрольное висение. Мы просто попробовали насколько хорошо держится вертолёт. Командир сейчас проверяет запасы путевого управления. Раметры нормал. Хорошо. Так что у нас был выполнен. Мы должны зашли повести в поле на высоте планете. Здесь никто не задерживает нас и никто не задерживает нас. Сегодня мы поднимаем, посмотрим, как это получится. Сегодня мы поднимем, посмотрим, как работает этот трасса. Далее поднимаем на высоте. Посмотрим, что маневренные характеристики. Ну, если есть какие-то вопрос. Предположим, мы не с тобой поднимаем. Это не coincиданность, что пилотио упомянулся, радиарар. Система на этом атаке-хеликоптере очень особенной. Посмотрите на эту сферу, которая поднимается на ротер-блазе. Командующий предлагает тестировать это в мид-air. Так что, когда мы сделали дорогу и машину, мы fly-on. Есть много интересных вещей в этом новом атаке-хеликоптере. Но вы думаете, что это может быть комфортно? Эти сеточки будут удобны, холодные и холодные. Но это не очень трудно. Это почему-то дизайнер-хеликоптер-хеликоптер-хеликоптер. Все, что пилот должен делать, это пресс-хеликоптер, и шеликоптер делает остальное. Но паркер-хеликоптер-хеликоптер — это только одна часть этого года. Так что продолжаем летать. Этой раз, пилот пригласит нас, чтобы нажать на другую интересную кнопку. Три, два, один, нажимаю горизонт. Вот я сейчас нажал одну единственную кнопку. В этот момент командир поднял руки вверх. Я держу руки вверх на вертолет. Сам встал на горизонт. Командир, он встал на горизонт раз. А скорость какую в этот момент он взял? Он начинает плавненько, плавненько уменьшать скорость до 140. Отключаем приведение горизонта. Нажал кнопку горизонт. И сейчас вертолет опять сам выбил нас из пикирования. Правильно, вы не совершили? Да, я ничего не делал, у меня руки убраны. И автомобиль, вы не можете навести себя в полном порядке. И автоматизирует выключение. И даже если взялся в полном порядке, выгрузите себя в полном порядке. Это было так же, что все это было в порядке. И, как и до этого, мы взяли на все эти интересные функции. В Дон Ривер лежит ahead. В одной из момента, это как будто это чувствует, как будто это нестая приятная тема, что в воздухе сшима на воду с ее бежонт. В этом случае передача за сроки. Таким образом, пилот может выбрать альтитуду, в которой он подчеркнулся его о потенциальном опасности. Давайте посмотрим на эту арморку. Этот маленький хеликоптер – настоящий флешка. Мы не можем сказать вам, как длинный армор, но вернёмся. Это будет очень сложно, чтобы перцать его полет. Сейчас мы находимся на участке внеснапельной сборки, где установлен бронирование фузеляжа, в частности кабины. В этой ситуации броня идет и у штурмана, и у пилота. Да, и проходит полную защиту от ног до головы. Эта защита может отстать правильный удар от 12.7-калибра. В стороне дворца легко держат 7.62-мм раунды. И дворы? Да. Я уверен, что для многих это станет открытием, но в 21 веке на ударном вертолёте часть обшивки выполнена из скани. Правильно я говорю? Правильно? Ну а что вас удивляет? Это одно из преимуществ данного вертолёта. Из преимуществ? Так, точно. Для улучшения манёвренности было принято конструктивное решение увенчить массу за счёт добавления лёгкославных материалов, такого как классик. А что касается клёпок, почему какие-то у вас красные, какие-то белые? Разницы по материалу нет, одни покрытые, другие нет. Специально по инструкции для снижения статического напряжения. Вы хотите сказать, что даже свет клёпок здесь просчитан, так точно. Amazingly, all this weight literally hangs by a thread. Well, actually, it hangs by a special fiber that the rotor blade spar is made of. To be precise, the outer shell is. Inside it's even lighter. This is exactly what we made. Sotovous load. How much weight is this structure? About 20 grams. What about the strength? Let's go on. Maybe we can even move on. We can even move on. And this sort of load goes by all the inner space. Yes. We are on the board of the Mi-28 U-B. When you see these huge, empty space in the chest, you ask yourself a question. In case of a C-P in the war, in the state of the situation, could you be able to be a passenger? Absolutely. It's not technically written anywhere, but in the location, in the place, theoretically, it's possible to be able to get a few injured or someone. The weight he pulled? Absolutely. It's a huge energy-defense. So there's no problem. The place is enough, we can see it ourselves. When we're next. But back to our flight. Just to remind you, we're headed to a special flight test center in the Rostov region, where we were promised an air combat demonstration. We don't go near the green field, but it seems we're almost at it. In the normal conditions, we need to go like this, at a relatively low height. Because to push the PZRK, we need to take a flight for some time. What do we do? We just use natural obstacles, and we close to them. The enemy is, for example, on the left, from the left, and he doesn't see us. For example, the enemy is right, we make a mountain, we put the mark on the target, we throw the battle button, we combine the marks, we complete the shooting, and then we take a walk. Ah, we just shot, and then we turn to the left, right? If the weapons were active, we could fire these automatic rounds or alternatively missiles. The helicopter carries 28 rockets and missiles, making it a real flying fortress. We see the camera, where this gun works. This gun is a standard gun, like the Mi-28N, the Mi-28N. It's a standard gun, It recommended it to be not only on aviation equipment, but on such machines, like the BTR-82, the BMP-2. It's a standard gun. Okay. The commander told me, experience from Syria was used to develop the Mi-28 UBs weapons. И это сделает это гораздо более мощным, чем их сосны. Теперь, с двумя пилотами способом летать и отстрелять их guns, МИ-28 тренинг и атака helicopter превосходится двумя из формы. Посмотрите, что пилот делает. Это не только пилот, а не только пилот, а и тренинг, а и тренинг, а и тренинг. Пульт имитации отказа. Допустим, я проверяю МИ, а вы у меня инструктор, да? Вы включаете этот пульт имитации и можете отдельно мне выключить МФИ, какой-либо там левый, правый. Замирание произвести, указатель скорости, различных приборов. То есть ввести меня в аварийную ситуацию и проверить мои действия. Давайте чуть простое, например, МФИ пока. Давайте, МФИ левый, правый какой? Вот у меня левый МФИ отказал. На данный момент он у меня полностью потух. Мы сейчас как раз следим в той ситуации, когда какой-либо отказ у лётчика, у командира. У лётчика работает много функциональных индикаторов. Индикатор, так. Давайте я вам верну его сейчас в рабочее положение. Давай. Вы включили его зависание. Так, зависание. Сейчас, видимо, не в положение поставил. Там среднее, наверное, положение. Выключение? Да, вот они заработали. Конечно, мальфункциональный индикатор и милитарный hardware очень редко, потому что у каждого системы у меня есть подключение. Но это возможно. Когда мы сходим в аварийную ситуацию, пилот предложил попробовать несколько аэробатических маневрений. Посмотрите, что происходит сейчас. В данный момент наш вертолёт идёт назад, хвостом вперёд, движется задним ходом. Машина позволяет очень, то есть, любые перемещения практически там под 100 км в час любым, что хвостом вперёд, что боком, что задом. Ну, то есть, роли не играют. Здесь запас путевого управления огромный просто. Теперь будем делать вертикальный набор. У нас уже 80, 90, 100 метров. Мы поднимали в секунду, так быстро, как спортска, и это было вертикальный вертикальный набор. А это уже называется плавный разгон с места. Болтались, болтались. Мы в воздухе теперь набрали максимальную. Скорость идём с очень приличным креном, даже уж не знаю, с каким, а знаю, с каким 45, с прибором подсказывают. Сейчас это становится еще более сложным. Машина собрала скорость. Он сейчас готовит комбат. Прежде всего, чтобы быть honest, они были легче на меня. Мы начали с этим. В конце концов, это климакс этого мероприятия. Мы будем делать то, что мы видели раньше, здесь, в Ростове, на дону. А у этой фигуры, высшего пилотажа, своего названия пока нет. Ну, и так понятно, что сейчас происходит. Наша машина ведет на скорости 90 км в час, Сейчас параллельно вертолёт едет с той же самой скоростью, но при этом успевает в полёте вращаться вокруг своей оси. Ни один другой вертолёт исполнить этот номер на такой скорости не в состоянии. Вот он, тот самый манёвр, что называется бит изнутри. И мы двигаемся вдоль дороги и вдоль своей оси. И в реальной комбате, он может летать даже быстрее и подниматься, и еще раз так быстро. Это потрясающе, как она может использоваться оружия на такой скорости. Серьезно, я очень быстро получился. Ну, что могу сказать, конечно, вертолёт это вам не истребитель. И наш командир достаточно плавно и очень хорошо вёл машину, каких только номеров мы не выделывали вот там раньше. Но здесь, над аэродромом, после того, как мы сделали крен справа и крен слева, честно говоря, уже в этот момент организм мой дал слабину. Спасибо большое. Поздравляю. Спасибо. Молодец. Прекрасная машина. Вот хочется её обнять в этот момент, потому что то, что мы с вами делали, честно говоря, производит впечатление. Конечно, по-моему, мы, я действительно имею в виду, что они, пилот и его корабль. Никакого роллера-костер-райда может сравнивать с этим. Это для хорошего причина, что этот великоптер считается одним из лучших комбат-эркрофтов в мире. Аналоги есть всегда в той или иной степени, но по многим, но ещё мы, конечно, впереди, особенно по вопросу, связанному с маневренностью техники, техническим характеристикам, по работе по бортовому комплексу обороны, он самый современный сегодня, который находится в мире на сайте на этом вертолете. Мы, в принципе, обсуждаем вопрос заключения серийного контракта на весь период до 27-го года. Пропорция 28-Н и 28-УБ, она будет регулироваться в зависимости от потребности армейской авиации. И, конечно, мы не только хотим благодарить дизайнеров, но и для технических пилотов, которые действительно знают, как это летать. Продолжение следует... Продолжение следует...